Девушки отдыхают Я останусь здесь, чтобы без помех наблюдать ваше полное уничтожение Этот босс трусливо прячется за силовым полем и всячески досаждает нам своими голограммами Первая и самая большая из них, которую мы видим над нашим противником, периодически пытается раздавить команду Мегатрона огромными колоннами, опуская их с потолка Как только на полу появляется красная эмблема и экран окрашивается соответствующим цветом, с этого места нужно срочно убегать В моменты, когда Зетта особенно зол, число опускаемых колонн в разы увеличивается, и они заполняют практически всю арену Нужно двигаться как можно скорее, и если какие-то из колонн уже поднялись обратно, тут же занимать их место Наши основные противники — это голограммы, которые создает Зетта Их довольно много, и они вооружены копьями, так что лучше держаться от них на расстоянии, избегая контактного боя Когда Мегатрон расправляется с группой голограмм, прямо над убежищем Зетты на несколько секунд открывается доступ к энергетическому ядру В эти моменты стоит подойти поближе, прицелиться поточнее и из самого мощного оружия нанести ядру как можно больше повреждений Когда ядро будет уничтожено, защитный барьер со всеми голограммами пропадет, и можно будет праздновать победу Закончи начатое Омеги мой! Ядро Кибертрона моё! Ключ Омеги мы, правда, так и не получили, но если верить словам Зетты, он сам нас скоро найдёт Твоих шпионов дезинформировали, Мегатрон Это устройство активирует лишь ключ к ядру Но не беспокойся Ключ Омеги сам к тебе придёт Омега Активируем Мощность Достаточно Задание Уничтожить Мегатрона Мегатрон Анализ подтверждает, что огневой мощи этих оружий достаточно, чтобы нанести урон Омеге Суприму К слову об Омеге Всё точно по моему плану Десептиконы! Занять турели и сбить эту старую железяку на землю Цели обнаружены Атака начинается Десептиконы, готовьтесь к уничтожению Финальный босс в компании Десептиконов Омега Суприм Это, разумеется, серьёзный противник Но даже его можно победить, если немного постараться Первая стадия битвы проходит под открытым небом Где Омега в облике космического корабля Обстреливает нас из огромного лазера Отправляет в бой небольшие истребители И, прячась за энергетическим щитом Поливает землю ракетами Согласно моим расчётам Шансы справиться с Омегой Супримом Очень малый С истребителями приходится сражаться обычным оружием А от ракеты лазера лучше всего прятаться за стенами По периметру территории расставлены турели, из которых мы должны обстреливать противника Омега Суприм довольно большой, поэтому промазать весьма проблематично Если вы видите, что группа ракет идёт на сближение, то стоит взять в руки турель и как можно быстрее спрятаться за ближайшую стену Число патронов будет уже не бесконечным, но зато вы останетесь живы Вторая стадия битвы проходит на земле, когда подбитый нашим огнём Омега рухнет вниз Омега отступает как груз Пора довершить начатое Думаешь, он смог выжить? Какое мне дело, если я могу открыть врата Омеги с его помощью? А, Мегатрон, не думаю, что с этим будут проблемы Энергоячейки пустые Действия процедуры восстановления энергии Сенсоры показывают, что за восстановление Омеги Суприма отвечают эти батареи Его слабое место — это множество небольших пушек по всему корпусу Когда десептиконы уничтожают несколько из них, на арене в одном из двух мест появляется капсула с Энергоном Нужно тут же бежать к ней, не обращая внимания на атаки противников, и быстро заразить её тёмным Энергоном Как результат, щиты Омеги на несколько секунд отключаются, и он становится уязвим для обычных орудий Несколько отравленных капсул, и вот уже десептиконы славят Мегатрона как победителя Омеги Суприма Славят, правда, преждевременно Осталась ещё третья стадия, так как Омега снова поднимается и рвётся в бой На этот раз его слабое место — открывшееся в животе юг Стоит вооружиться одной из окрестных турелей, и пока Омега отвлекается на ваших коллег, набить его разнообразными пулями Как только это случится, Омега Суприм будет окончательно повержен, а десептиконы отвразнуют свою заслуженную победу Используй против него тёмный Энергон Я знаю, что делать, Саундвейв! Молчи и не зли меня! Системы отключаются. Заражения полные Да Да Самое мощное оружие автоботов, и ключ к ядру Кибертрона – в моих руках Вся вселенная будет трепетать перед моим именем Субтитры делал DimaTorzok Добавляя с воздуха, он практически беспрерывно двигается, из-за чего в него довольно сложно попасть. Если же на время спрятаться за колонной, то он переключит внимание на ваших коллег и может даже неосмотрительно зависнуть в воздухе на одном месте. Пока противник не двигается, стреляйте по нему из самых мощных стволов. Ближе к концу битвы Старскрим упадет на землю, где несколько точных ударов вашего топора поставят точку в этом сражении. Противник позорно бежит, а мы продолжаем прохождение игры. Я еще вернусь, автоботы! Это я вам обещаю! Беги, трус желтороты! Молодцы, автоботы! Смотри, это Зета Прайм! Оптимус, это ты? К чему это они его подключили? Автоботы, как предсказуемо... Мы не можем пробить этот щит! Вам меня не остановить, автоботы! Включить защитных стражей! Саундвейв — это страж в тюрьме, где держит Зету Прайма. Сам он предпочитает прятаться под энергетическим куполом, в то время как автоботов будут развлекать его приспешники. Как только мы отобьемся от первой атаки турелей по краям арены, Саундвейв выпустит на поле боя карликового трансформера Френзи. Френзи! Пуск! Операция без ориентации! Он низкорослый, зато прыгучий, и проще всего расправляться с ним в ближнем бою. Саундвейв будет немного подлечивать Френзи на расстоянии. Но как только малыш падет на землю, наш основной противник тут же покинет свое убежище. Именно в этот редкий момент нужно сосредоточить огонь всех орудий на самом Саундвейв. На место Френзи придут сначала Рамбл, его усиленная версия, а затем и Лейзербиг, такой же малютка, но летающий под потолком и поливающий нас оттуда лучами лазеров. В конце концов, когда полоска жизни у Саундвейва дойдет до нуля, он вместе со своими карликами сбежит. А нас ожидают грустные новости от спасенного пленника Зетты. Урон существенный. Необходима подписка от энергоканала Зетты. Саундвейв! Он сбежал! Держись, Зетта. Мы вытащим тебя отсюда. Благородное побуждение, Оптимус. Но, боюсь, меня уже не восстановишь. Зетта. Доставим его домой. Я чувствую неочищенную энергию. Здесь повсюду темный энергон. Не теряйте времени. Нужно уничтожить зараженные участки и... Берегись! Это та тварь, которая преследовала нас! Оно питается темным энергоном из ядра. Автоботы, уничтожьте эту тварь! Берегитесь шипом! Пробивайте себя путь выстрелами! Очередной босс — гигантский паук, питающийся энергией от ядра Кибертрона. В его паучьем арсенале есть несколько приемов. Во-первых, он атакует когтями, после чего в местах ударов из-под земли вырастают кристаллы темного энергона. Лучше всего тут же расстреливать их, иначе вскоре передвигаться по арене станет весьма проблематично. Вторая атака — это огромный лазерный луч, над которым нужно вовремя подпрыгивать, чтобы не получать повреждений. И последний прием — это стаи мелких паучков, которых гигантский противник периодически подкидывает на поле сражения. Против них хорошо помогает ближний бой, а в конце каждой подобной атаки вам полагается аптечка. Чтобы победить паука, стреляйте ему прямо в пасть, когда после очередной атаки лазера эта область становится на время доступной. Как только полоска дойдет до нуля, лапы паука ослабеют, и он обрушится вниз, открыв нам дорогу прямиком к ядру Кибертрона. Получилось. Молодцы автоботы. Оптимус Прайм, ты избавил меня от негативного воздействия темного Энергона, но, боюсь, моя искра повреждена. Мы опоздали. Смотрите, вот он! Матон перейдет! Матон перейдет! Это Оптимус. Мы засекли место падения. Подходим на дистанцию визуального контакта. Вы думали, что можете уничтожить меня? Самого Триптикона! Ничтожество! Он смеется над нами! Оставьте надежду! Триптикон — финальный босс как в компании автоботов, так и во всей игре. Соответственно, сражение, как и в случае с Омегой Супримом, ожидается не из легких. Укрываться от его атак можно либо быстро, передвигаясь по арене в форме машины, либо прячащись за стеной перед самим боссом. Слабое место этого гигантского ящера — перегрев. Его орудия и так неслабо греются. Нам остается только немного помочь им. Нужно нажать две кнопки на верхнем ярусе и таким образом активировать конвейер под потолком. После этого придется расстреливать капсулы, проезжающие рядом с орудиями Триптикона. От взрывов температура поднимется до критической, и мы достигнем своей цели. Противник от этого рассверепеет и пустит в ход свой огромный хвост. Мы же сосредоточим огонь на двух горячих точках по бокам его живота. Через некоторое время мы вместе с Триптиконом спустимся на уровень ниже, и сражение войдет в завершающую стадию. Ух он! Что? Нож ты! Меня не возможно победить! Уврите мою истину науку! Он даже скорость почти поднял! Берегитесь хвоста! Вам конец! Осталось только расстрелять три реактора на спине противника, и битва будет окончена. До этого момента, правда, не стоит расслабляться. Десятки ракет, удары огромного хвоста и даже толпы роботов-пауков — все они будут яростно защищать нашего врага. Поверженный Триптикон в последний раз попытается напасть на автобота, но получив по ходу ролика топором в лоб, хвостатый окончательно ослабит лапы и упадет в бездну. Теперь пришло время автоботам праздновать победу, и мы к ним с удовольствием присоединяемся, так как игра полностью пройдена. Автоботы, вперед! Сегодня погибло много наших братьев, но благодаря нашим совместным усилиям остальные выживут и найдут новый дом в другом. Оптимус, не забывай про Мегатрона. Пока мы останемся здесь, будем ему противостоять. Но вскоре нам также придется покинуть Кибертрон. Я подготовил для нас новый космический корабль. Ковчег, в котором мы полетим к звездам.